Здравствуйте, это программа «Коммунальный патруль». Меня зовут Андрей Дреер и смотрите в этом выпуске. Удары непогоды еле держат, но в список аварийных все не попадет. Как разрушается дом на Первой Западной? Не крышка гроба, а крыша дома. А почему даже деньги для похорон вынуждены пускать на ремонт? Мы в программе «Коммунальный патруль» и рады бы рассказывать о том, что качелю во дворе не ремонтируют или не ставят бордюр. Но, к сожалению, в Барнауле есть проблемы посерьезней. Например, с этим домом, который начали частично ремонтировать, а по-хорошему надо бы жильцов из него уже расселять. Бегает за баллонами несовершеннолетний сын Светланы. У него бронхиальная астма и квартира играет на стороне болезни. Это было все в грибке. Грибок выжигали. Я вызывала людей специально, чтобы они это хотя бы хоть как-то немного убрать. Потому что ребенку просто плохо от этого. Потолки дома на Первой Западной 47А – это лучший механизм климат-контроля. За окном дождь, значит и в квартире тоже. А после и плесень, и грибок, и стены пусть чувствуют себя посвободней. Отъехал. Сколько ни штукатурили, пол уезжает, плинтус отходит. То есть просто начинают стены, пол расходится? Да. Я лежу на кровати, на диване. Если проходит большая грузовая машина, я как на качеле. Шаткое положение не только у собственников, но и у мебели. Самая главная проблема этой комнаты, что пол проседает. И это виднее всего по этому шкафу. Смотрите, шифонер был поставлен ровно и правильно в стену. И вот градус отклонения. Своеобразный домашний транспортир. Угол меняется, комната приобретает новые очертания. Пол на втором этаже просто садится. Например, просел диван. А вот от деформации стен лопнуло оконное стекло. Когда строители приехали, начали производить выкорчевку из-под фундамента клёна, ну не корня его, лопнуло стекло. И вся квартира в трещинах и провалах. Восемь лет в квартире Светланы не было отопления. Еще больше не было ремонта во всем доме. Этот дом как плачевный памятник советской архитектуре. А если что-то современное в нем и есть, то смотрится оно настоящей издевкой. Как в случае с этими двумя щитами. Еще один щит прибит к потолку, сдерживает натиск. Да так ненадежно, что есть риск, как бы жильцам не вернуться домой на щите. Я боюсь, что вот на кухню она рухнет, у меня там вообще потолок рухнет. Он, понимаете, он обвис, его они просто вот прикрыли как бы деревяшкой. А оно сыпется оттуда, понимаете, сыпется. Сыпется прям вот такими черными этими ошмотками. Говоря на языке чиновников, качество жизни в этом доме с каждым днем все хуже. А опасность все ближе. И балка с каждым, так сказать, сезоном ниже, ниже, ниже. Она лопнута, вот видно. А когда началось это? Это еще в 2006 году. То есть медленно, медленно, но верно. Да, да. Дождевая вода пронизывает почти все квартиры. А дом так и не может попасть в программу на расселение аварийного живья. Вот результат экспертизы пятилетней давности. Износ уже тогда впечатляющий. Стен у нас было 55%, перегородки 40%, перекрытие все на 80%, крыша на 60%. Сейчас жители добились ремонта, перекрытий и отмостки от городского комитета ЖКХ. Но общественники уверены – поздно. Этому дому ремонт уже не поможет. Ему необходимо полностью, полный снос с расселением жителей в нормальные жилые помещения. Так как в основном у нас здесь собственники, кроме одного нанимателя, то им должны быть выплаченные денежные компенсации. Причем нормальная сумма, не по 32 за квадрат. Но пока дом вынужден держать удары непогоды, времени, а жителям остается уповать на лучшее. Крыши ничего за 20 лет не делалось. Вообще ни разу. Вообще ни разу. Балконы сами видите в каком состоянии. Не то, что на них выходить, под ними проходить страшно. Балки гниют, потолочные перекрытия гниют. В доме на первой западной 47А осталось, чтобы его признали аварийным. Но по соседству есть такой же дом, в таком же состоянии, который уже добился этого звания. До него мы дойдем пешком. Вот он, этот дом, первая западная 45. Сейчас посмотрим на него поближе. У меня ремонт идет, ребята, извините. Я ждала, ждала, милость от Перу. Не дождалась. Крышу сама закрыла. Знакомьтесь, Людмила Николаевна Юрина. В 82 года, два высших образования, партработник на пенсии. С ремонтом помогают внуки, но деньги пенсионерке приходится доставать из собственного кармана. К сожалению, на мирские нужды. Положила 100 тысяч на похорон, но вот оттуда беру. А если все со мной случится, ну не знаю, что будут внуки делать. Внуки тоже живут от полочки до полочки. Я их просто грабить не имею права. Не могу. Мне просто совесть не позволяет. А ремонт необходим. Крыша, как и в предыдущем доме, пропускает воду. А стена разрушается. Управляющая компания снег зимой не убирала. Стропилы гнилые. Они боялись, что провалятся. Будет несчастный случай. И они не лазили. И поэтому мы таскали ведрами. Сноха мне помогала. Воду выносят ведрами и соседи Людмилы Николаевны. Они, кстати, тоже ремонтируют квартиру за свой счет каждый год. Ну, тысяч пятьдесят на шестьдесят потратили. Сейчас вот ремонт тоже надо делать. Мы посчитали 10 тысяч. То есть это материалы купить, там железо, рубероид, вот это все. При этом работникам от управляющей компании Старый Барнаул еще потребуется заплатить. А эту комнату в семье все равно будут ремонтировать. Здесь живет ребенок-инвалид. А вот в этой комнате все хуже. Как давно этот провал появился? Этот провал уже, ну, года два-три. Но раньше он не такой катастрофичный был. Кстати, это не просто дыра в потолке. Это портал, который и призваны охранять столь любимые в этих домах кошки. Охранять от крыс и мышей. Вечером сидел в компьютерах, гонял. Слышал, что-то где-то шебуршит, не пойму. Встал, послушал. И смотрели на меня глаза, бусинки мигают. И я палкой пошел, пошел, иди, она убежала. Идут крысы и мыши с чердака. А чердак здесь достоин награды, как лучшая декорация к фильму про постапокалипсис. Видишь, вон воздух уже все сюда идет. Сквознячок вон паутинку колышет. Кирпичи тоже все вывалились, все выпало. Я не знаю, на чем вот эти вот балки, если они сейчас поедут. Это все в квартире все окажется. Но встречать здесь апокалипсис даже локальный. Жильцы не собираются и намерены пойти в суд, если с расселением власти затянут. Общественники им могут помочь. Если дома, которые признаны в 2013 году аварийным, еще не расселены, их расселение обещают расселить только в 2025 году, то представьте, что дом, который признан в 2017 году аварийным, если сейчас не начать действовать, не начать жаловаться, то этот дом расселят только в году, наверное, 2030. Ждать столько времени есть возможность не у всех. А мы напоминаем, на интернет-портале Толка работает интерактивная карта коммунальных проблем города. Вы можете отправить нам заявку, и ваш сигнал появится на этой карте. Заходите на сайт толкnews.ru на вкладку «Телевидение» и нажимайте на значок «Рассказать о проблеме». Можно следить за статусом вашей геометки. Она будет менять цвет с красного, обозначающего сигнал коммунального бедствия, на желтый, когда коммунальный патруль принял в разработку эту тему, и до зеленого, если соответствующие службы эти проблемы решили, или черного, когда ситуация не изменилась. Если вас в вашем доме беспокоят такие же проблемы или даже беды меньшего масштаба, обращайтесь к нам в программу «Коммунальный патруль», пишите заявки на сайт. А пока, до встречи в следующий вторник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok